Кальция И оказывается, было какое-то растение, которое, помимо того, что сода такая существует, что растение содовое, не просто там что-то там такое вот, типа порошка, а вот такое вот содовое растение. И я постарался разобраться, что, что и как. И вот почему наши предки как раз использовали специальный напиток, в который, по-моему, входило вот это растение, которое и плюс с медом, и вот это вот давало такие силы. Ну, если взять агни-йогу, там тоже, говорится, много Елена Рериха о пищевой соде, о том, что ее применять, что она там увеличивает, то, сё, пятое, десятое. Возможно, возможно, все это так, но это надо, он говорит, проверять, применять и делать. А, насколько я понимаю, есть масса других средств, которые более эффективны, нежели там, допустим, то, что мы перечислили. Так вот, значит, что, кунжут больше кальция, чем в твороге. Ну, не возражаю, я в кунжут как-то мне не попадался, я его, значит, не жевал. А так, возможно, я его и пожевал бы. Может, он оказывается лучше, он не будет слизеобразующим продуктом, как в твороге, и будет гораздо полезнее, нежели молочные продукты. Лично для меня они являются слизеобразующими. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.